Всем привет! Сегодня я в гости пригласил Валерию Козлову. Это вице-президент Уральской палаты недвижимости. То есть это тот человек, который знает про недвижимость больше всех. Ну, по крайней мере, я так думаю. Потому что своим взором она окидывала абсолютно весь рынок Екатеринбурга и даже за его пределы. Поэтому именно этот человек сегодня нам будет помогать. Валерия! Привет, Иван! Валерия, с агентством недвижимости все понятно. Это значит, что ты можешь помочь людям найти жилье, приобрести жилье и выбрать наилучший вариант. И продать. Ну, конечно же, и продать. Но перед этим не забывайте на консультацию по планировочкам, чтобы я выбрал лучший вариант. Валерия, расскажи, пожалуйста, про УПН. Что это такое? Зачем была создана эта организация? И самое главное, как она может помочь простому обывателю? Вообще, риэлторский бизнес и риэлторы – это социально ответственный бизнес. Почему? Потому что мы работаем с людьми, с покупателями, с продавцами. В среднем жилой объект и квартиру люди продают не чаще, чем раз пять за всю жизнь. Это всегда покупка крупная и продажа. И большое количество документов требуется для оформления проверок. Это операции с деньгами, зачастую с большими деньгами. Поэтому рядом в сделках по недвижимости всегда есть советник. Человек, который может и подсказать, и собрать всю сделку, и сопроводить, и помочь выбрать риэлтор. Риэлторские агентства, а именно в агентствах в первую очередь работают риэлторы. Агентства недвижимости давно, много лет назад, почти 30 лет назад, собрались в ассоциацию профессиональную для того, чтобы договориться об общих правилах работы на рынке. Для того, чтобы рынок был цивилизованным, для того, чтобы специалисты друг друга уважали. Ну и, конечно, в первую очередь это всегда делалось для потребителя, для тех, для кого мы вообще работаем, для наших клиентов, для покупателей и продавцов квартир. Поэтому были определены общие правила работы. Мы договорились, что все учатся, все аттестуются, проходят сертификацию. Сертификацию проходит именно агентство недвижимости. Агентство недвижимости получает бумагу, сертификация ответствия качеству услуг. И те специалисты, которые работают в агентстве, они аттестуются. Есть в Уральской палате недвижимости сегодня свой учебный центр, где ведут подготовку, переквалификацию, аттестацию специалистов. Есть в Уральской палате недвижимости третейская комиссия, которая урегулирует те споры, которые возникают между потребителями, между агентствами, между специалистами. Все это происходит до обращения в суд. И, как правило, заканчивается очень хорошо, потому что все находят общий язык и договариваются. А еще в Уральской палате недвижимости есть множество различных комитетов, которые отвечают за то, чтобы рынок был цивилизованным в какой-то части. Например, комитет по загородной недвижимости, соответственно, он занимается коттеджными поселками, земельными участками и всем пригородом. Но он как занимается? То есть он как бы за порядком приглядывает или что? Или он продает? Он анализирует, комитет анализирует, какие сейчас проблемы на рынке есть. Ну, например, непонятно, какие коттеджные поселки, как их квалифицировать, как понять дом, какой он бизнес-класса или комфорт-класса, из чего дома строятся, как застройщики работают, какие строительные компании работают. И комитет это все смотрит и вырабатывает какую-то методику. Проводит мероприятия, разъясняющие, приглашают различных застройщиков, системных застройщиков, кто давно на рынке, которые рассказывают, как, например, качественно выбрать для себя загородный дом. Мы можем этой теме посвятить вообще отдельное видео про загородные дома. Очень интересная тема. Друзья, напишите в комментариях, интересно ли вам эта тема. Если да, то мы с Валерией запишем еще один ролик специальный для вас. Также есть комитет по новостройкам, который как раз занимается подходом таким системным к вопросам нового строительства. Потому что сегодня новостройок огромное количество. Большое количество застройщиков, которые приехали в Екатеринбург развивать рынок, строить новые жилые комплексы. И надо понимать, кто из них благонадежный, кто продает по каким ценам. Потребитель всегда хочет знать, невысоко ли задирают цены эти застройщики. Ну и так далее. Вопросов очень много, которые анализируются. И у УПН сегодня есть своя система бронирования новостройок. То есть все новостройки города Екатеринбурга и области собраны в одной программе. И у риэлтора, у специалиста, который аттестован, у которого есть сертификат, у которого есть допуски для работы с этими программами, может в режиме одного окна открыть и выбрать там любую новостройку для вас. Поэтому вот, например, к сегодняшней теме, я сегодня когда готовилась, я программу открыла, быстро посмотрела, выбрала, проанализировала. Плюсы, минусы, там, качество строительства. Все можно там посмотреть. И забронировать квартиру, которую можно в один клик. Получается, что то, что ты описала, это очень удобно для риэлтора. А если это простой покупатель, он тоже может пользоваться этими услугами или нет? Сегодня для, непосредственно для покупателя, у УПН есть свой сайт, свой ресурс, на котором выставляются проверенные квартиры, только те, которые продаются риэлторами. То есть там проверены документы, есть договоры на них, проверены собственники. Есть сайт, куда выставляются объявления о продаже недвижимости. Извини, я сразу перебью. Вот потому что это очень важно, на мой взгляд. Потому что когда-то, однажды, я попал на мошенников при сделке с квартирой. И что я хочу уточнить. То, что выставляется на сайте УПН, это значит гарантированно, все проверено. И там не может быть никакой мошеннической схемы. И люди гарантированно защищены от каких-то нападок извне. Я правильно понял? Да. Без каких «но», «если», без подтекста. Да. Ну вот, друзья, вот это, мне кажется, очень полезная вещь. Ну, помимо всего перечисленного. Более того, такой сайт чистых объектов, он есть только в Свердловской области. Потому что в других областях такой сильной ассоциации профессиональной нет. И есть общедоступные ресурсы. Да, сегодня такие большие порталы, как ЦИАН, Авито, они прекрасно модерируют тоже, стараются бороться с мошенниками и так далее, так далее. Но у них нет ограничения, что на сайт выставляют объявления только профессионалы рынка. Ну, то есть мы знаем, что любой обыватель захотел что-то, сфотографировал. Сегодня он продает, а завтра он передумал. Скажи, пожалуйста, сможем ли мы с тобой еще записать ролик? Разобрать жилые комплексы, сравнить их? Отлично. Вот на этой позитивной ноте мы закончим. А вы напишите в комментариях, чтобы вам было наиболее интересно на эту тему. В первую очередь и будем снимать ролик. На этом всем спасибо и пока. До привуди с вами Муза. Классная школа и красивая квартира. Спасибо, Валерия. Пока. Пока.